Музыка Так как процесс открытый, гласный, согласно Конституции Российской Федерации, согласно ГУП, часть 5 ст. 247 говорит о том, что разбирательство во всех судах открыто, гласное и публичное. Значит, Владимир Васильевич Курачков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 205 со значком 2, по старому БИС, главного кодуса Российской Федерации, которая звучит так. Призывы к террористической деятельности. Обвинение построено на видеоролике, который имеется на Ютьюбе, и который был обнаружен оперативными сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по республике Мордовия. Честно говоря, конечно, не предрешая вопроса квалификации и виновности, невиновности, мы его подзащитны. Я в целом считаю, что дело сфабриковано полностью от и до. Во-первых, квалификация данного. Статьи, вот они все время там сейчас пытаются перевести, что он якобы пытался совершить, или как, призыв как вообще-то? Совершенный переворот. Ну да, призыв совершать людей, действия направленные на государственный переворот, то есть свержение действующей власти. Однако, диспозиция статьи 205 не предусматривала на момент обнаружения подобных действий. Я не знаю, чем руководствуются обвинения со стороны, как управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации, так и прокуратура республики Мордовия, которая утвердила данное обвинение на заключение. Но, вы знаете, я вот юрист со стажем, уже лет, наверное, сколько, более 20 работаю в юридическом направлении. Я работал и следователем в милиции, и следователем в прокуратуре, помощником прокурора был, и в суде работал в свое время, и адвокатом уже длительное время работал. Значит, коснусь, во-первых, тоже общедоступного документа, такого как постановление о причине качества обвиняемого. Значит, само постановление о причине качества обвиняемого, узнаете, я такого еще, честно говоря, не видел. Сколько работаю, не видел. Значит, обвиняется в том, что имеются некоторые призывы. Конкретно какие призывы нет. Просто идет ссылка на какую-то экспертизу. Экспертиза, в свою очередь, ссылается на тоже там какие-то отдельные фрагменты. Причем самое интересное, что выводы, которые указаны в заключении эксперта, они совершенно не соответствуют инкриминированному деянию. Понимаете, о чем проблема? И вот так посмотришь просто, и удивляешься иногда, что из ничего делают дело какое-то уголовное. Мне просто создается впечатление, что пытается заткнуть всем рост. Значит, когда возникает, вот в процессе всегда возникает вопрос о том, что является ли преследование Владимира Васильевича Хачкова политически. Суд прям сразу пытается, нет, нет, у нас никакой политики. Но мы же помним, помним прекрасно, да, что при царе были политические заключенные? Царь царская власть признавала? Признавала. Значит, советская власть политических заключенных уже не признавала, только уголовники. И нынешняя власть тоже не признает политических заключенных, да, только уголовники. Но на самом деле запрет на политические убеждения, на пропаганду своих убеждений, он, во-первых, и противоречит и Конституции Российской Федерации, и вообще здравому смыслу. Потому что думать никак не запретишь. Вот статья 282, мысли преступления, или вот статья 280, или статья та же самая 205 со свинечком 2. Это же вообще нонсенс. Такого, кстати, в мировом законодательстве я что-то, честно говоря, не встречал. Поэтому у меня вот с этой точки зрения процесс носит либо показательно запугательный характер, о том, чтобы вообще превратить нас в рабов каких-то, которые вообще даже не пытались что-то сказать против действующей власти. Хотя действующая власть, это власть, действительно. Власть олигархата, кланового олигархата, причем олигархата построена по клану, национальному признаку, в котором нет русских людей, абсолютно. Власть, которая антинародная. При этом президенте Путине закрыто больше школ, причем при проклятом Ельцине, я вам скажу. Закрыто больше больниц, чем при проклятом Ельцине. Я вам приведу один простой пример. Я сам высчитывал тоже, кстати, мало где встречают. Значит, на момент, ничего есть, что отвлекаюсь от уголовного дела. Просто оно все связано. Вот это уголовное дело с нашим положением в жизни связано очень сильно. Значит, на момент распада Советского Союза в Российской Социалистско-Федеративной Советской Республике проживало 156,7 миллиона человек. Последняя перепись, вы прекрасно знаете, в 2010 году 141,2. Если даже просто оценивать по фактическому, да, одно число минус другое число, то сколько не хватает? 15 миллионов человек. Но учтите, что я это просто чисто по счету. Вот я отберу статистические данные, те, которые опубликованы в открытом доступе в Госкомстат. Но мы же прекрасно знаем, русских выгнали из Казахстана, из Узбекистана, из Таджикистана, из многих других стран, которые сейчас и являются независимыми. Ну, Чечня это вообще уникальный случай, когда совершен геноцид, который никак не королевцент, как геноцид. Потому что русских там нету. Не найдешь ни одного русского милиционера, ни одного русского судья, ни одного русского этого самого, то есть не милиционера, полицейского, ни одного русского прокурора. Найдете хоть одного? Нет. Нет. И в принципе не может быть. Потому что там построено клановое, моноэтническое государство, фактически. Со своими вооруженными силами, которые, кстати скажу, еще скажут в нашем будущем свою роль. Причем очень плохую роль, то есть негативную роль. Мало того, вернемся все-таки к этим цифрам. Значит, это не 15 миллионов вымерло на самом деле. А если исключить из этих же, которые сейчас уже признаются, да, что 10 миллионов туда вписали в эти 140, это сколько человек-то вымерло. Да мы, получается, потеряли больше, чем Великую Отечественную войну. Вот против этого, против этого Владимир Ильич всегда выступал. Ну, естественно, что наша власть своих оппонентов не любит. И пытается поставить такие условия, чтобы уже никто ни слова не мог сказать. И, как говорится, не пером написать. Как прямо то и русское пословие. Но я вам скажу так. Существует судебная статистика, есть такое понятие. И если при проклятом сталинском режиме оправдывали от 10 до 20% заключенных, то при нынешней демократической хорошей власти оправдывается только 0,8%. Причем, я вам скажу, что 70-80% оправданных идет по суду присяжных. А суды, те, которые суды общей юрисдикции, где решение вы наносите на основе и наличной, либо судьи, либо коллеги судей, ну, сами понимаете, какой процент у них оправдать. Это же, представляете, какие там надо совершить чудовищные ошибки, чтобы какой-то Верховный суд признал это. Честно говоря, просто поражаюсь иногда тому цинизму, который проявляет нынешняя государственная власть. Потому что именно нынешняя государственная власть, вот, она говорит, что у нас разделение властей. Да никакого разделения властей нет. Судей кто назначает? Исполнительная власть. Кто проводит выборы? Исполнительная власть. И о каком можно говорить разделении властей по классическому, так называемому, демократическому принципу? То есть, что разделение властей нет. Нету никакого разделения властей. Коммунков Антон Николаевич. Я выступаю как специально в области компьютерно-технической экспертизы и методологии проведения экспертизы. Принцип как методическое изучение экспертизы и применительных данных случаев. Но поскольку я ограничен рамками процессуальными, что я не могу давать какие-то вещи, которые были повышены в процессе, я расскажу вам общую ситуацию. Вы поймете, что, собственно, происходит в самом процессе. Значит, после распада Советского Союза образовался вакуум достаточно серьезный. И вот этот вакуум, те специалисты, та профессорская преподавательская школа, которая была, пытались быстро запомнить. Запомнить и все 90-е годы шло формирование новой юридической системы того государства, какой она есть. То есть буквально были задействованы вся профессорская преподавательская школа, и она в конечном итоге сформировала ту правовую базу, в которой она есть. И она в судебной экспертизе отражается вот такой вот книгой. Судебная экспертиза в гражданском арбитражном и динстративном уголовном процессе. Автор ее Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор. Код издания. Она, книга, переиздается постоянно. Ну вот я сейчас в руках держу 2005-й год издание. Но такие же издания я видел в 2012-й год, то есть она постоянно переиздается и дублируется. То есть это вот создано как бы идеал, как должна система работать. Ее создали. Она работала до 2000-х годов. Потом у нас в голове всей судебной экспертизы стоят такие, выдающиеся деятельности, как Круков, Россинская и другие люди, кто организовывал, работают для МВД, мимо этого. Но суть всей системы заключается в том, что любая методика, то есть вот у нас есть какая-то статья, под эту статью нужно подвести вначале научную базу. То есть прежде чем собирать судить, мы должны вообще-то опереться на науку. И здесь вот в первую очередь возникают вопросы по статье 282 УК РФ и по статье 205.2, которая сейчас обсуждается в процессе. Какая научная база лежит в основе вот этих вот обвинений? Потому что мы, извините, в 21 веке находимся, они в начале 20-го, когда тройки все решали, а сейчас у нас как раз три судьи, и хотелось бы, конечно, чтобы это было сопрождено какой-то научной школой. И вот эта научная школа, она в принципе вот здесь вот написана, как что должно делаться. Делаться должно следующим образом. То есть какое-то ведомство, то есть МВД, Минюст, ФСБ или военная сеть лабораторий, у них есть свои ученые. Они требуются им решать задачи. Вот, например, вот статью 205.2, ее же отдали в военное судопроизводство. Да, неожиданно так получился. Значит, военная сеть лабораторий своими учеными, она задачна, она должна решать эту задачу. То есть от них должно было ученые выступить и родить вот ту методику, по которой судить. Что такое оправдание терроризма? Вот, если я вышел и говорю, вот ИГИЛ, это значит хорошо. Все понятно, вот она статья. В данном случае, как нам оценить вот это оправдание терроризма, вот по которому у нас Квачкова обсуждает? Очень достаточно тонкая вещь. И вот здесь вот получается, что у нас инициатором должны были выступать как раз люди, ученые от сети лабораторий, военных лабораторий. У нас они не выступают. Должен был теоретически Минюст инициировать создание такой методики, вот, по оправданию терроризма. У нас как бы ее тоже не видно. МВД тоже не видно. То есть должна быть создана, во-первых, методика. Потом она должна пройти обсуждение. Всеми учеными всех ведомств, ученые и юристы должны собраться и решить, это научно или не научно, то, что представлено для обсуждения. И все поправки должны быть внесены. То есть это обсуждение должно начаться и идти где-то года 2-3, пока все эти ученые все это дело обсуют и все поправки внесут. После этого получится та методика, которая допустима к применению. После этого ученый совет утверждает паспорт методики, где указывает все данные для данных документов. Такого у нас в процессе нет. У нас нет самого главного. Методики утвержденной совета. Теперь понятно, о чем это речь? Нет методики, по которой проведены экспертизы. То есть доказательства, положенные в основу обвинения, они не имеют научной базы. То есть это нарушение федерального закона ФЗ-73, государственной судебно-экспертной деятельности, статья 8, которая указывает, что экспертиза должна пройти на трогой научной основе. И вот этой базы самой нет, понимаете? Поэтому у нас нет ни по статье 292, ни по 205.2 вот этих вот самых методических данных. И вот сейчас вот то, что мы сейчас видим, это практически тройка 1937 года. А как же эти статьи применяют тогда? Вот понимаете, суд, вот в этом заключается то, что мы сейчас должны будем наблюдать. Понимаете, вот сейчас суд должен принять решение. Два эксперта. Один был Себлан Штепан Сулакшин, второй был Андрей Николаевич Савельев, который, в общем-то, объяснили суду, что те исследования, те, которые лабораторные исследования, как можно назвать, представленные судом, они не соответствуют действительности. По сути дела, сделана фальсификация, если я правильно понимаю, тех данных, которые изложены в ролике. Значит, обвиняют Владимира Васильевича Квачкова в терроризме, в экстреме сейчас, минуточку. И у нас есть возможность послушать тех, кто сегодня непосредственно выступал с опровержением этих позиций. Вот Андрей Николаевич Савельев может сегодня нам вкратце рассказать, что же там произошло по этому вопросу. Сегодня был опрос экспертов, два эксперта выступили. Я считаю, что Степан Сулакшин просто блестяще справился, он первый выступал. То есть он разложил стенограмму видеообращения Владимира Васильевича Квачкова просто до деталей, до слов. И однозначно показал со своими научными методиками, со своим знанием политической лексики, чего нет у всех остальных экспертов, которые были привлечены стороной обвинения, что никаких призывов к насилию, никаких призывов к свержению существующего строя нет. Но суд и обвинения, они видно, что занимают одну и ту же позицию. Они старались поймать на каком-нибудь противоречии. В выступлении Владимира Васильевича Квачкова, который они положили в основу обвинения, использовались некоторые термины, которые для уха вот этих людей, судей, прокуроров, может быть, каких-то оппонентов политических, непривычны. Применялся такой термин «жидаолигархическая власть» или «жидаолигархический переворот». И они все время возвращались к этим терминам, что такое политический кагал, что такое христианский социализм, но об этом не говорили, но тоже христианский социализм. Они же не знают, что это такое. И все время были вопросы вокруг этого в надежде, что Сулакшин или потом выступающий после него я собьемся и что-то наговорим не то, что можно будет взять на карандаш. И в особенности прокурор там отличался тем, что он одни и те же вопросы, в разных вариантах задавал и первому эксперту, и второму, для того, чтобы нас сбить. Все время говорил, ну вы же говорили только что прямо противоположное. Но нам, в отличие от обвинения, врать не надо. Поэтому мы как стоим на одной позиции, мы ее бесконечно повторяли, и во всех вариациях повторяли все время одно и то же. Вот схема, которая есть в видеообращении. Владимир Васильевич Пачков сказал, что грядет и весьма вероятен жидо-либеральный переворот, который сметет Путина насильственным путем или каким-то другим, и потом национал-патриотам надо будет освобождать страну. Как он написал в военно-революционном походе на Москву. Освобождая, и при этом там на освобожденных территориях формируя какие-то силы. Вот его замысел, его пафос обращения, что возможен переворот либералов, национал-патриоты будут освобождать страну. Все примитивно и ясно. Я считаю, что то, что Владимир Васильевич сказал в этом обращении, не требует вообще никакой экспертизы. То есть каждый здравый человек, здравоохранительщик, просто берет этот ролик, просматривает его, и ему понятно, о чем идет речь. И понятно, что там нет никаких призывов к насилию, никаких призывов к свержению, насильственному свержению власти, а есть только прогноз о том, что может быть и как на это может быть. Надо отвечать национал-патриотам, объединяться, устранять те противоречия, которые между ними могут быть, и освобождать страну, если она будет захвачена. А обвинения и суд стремятся запутать, стремятся все смешать вместе, что как будто бы это Владимир Васильевич призывает кого-то там объединиться, какие-то отряды, которые совершат государственный переворот через насилие. То есть они это не объявляют, но они такую схему постоянно закладывают в свои вопросы, чтобы мы где-то ошиблись, чтобы наши слова можно было переинтерпретировать, и сказать, ну вот вы же сами, вы же сами сказали, что там призывы к насилию. И приходилось много раз, вот несколько раз отвечать на те и те же вопросы, постоянно опровергая все эти домыслы. Но у нас должны были выступить еще четыре свидетеля, на которых получилось, что времени не хватило, потому что просто и прокуроры, и судьи засыпали этими вопросами, бесконечными повторами, бесконечно там что-то прерывая, переспрашивая, по сто раз одни и те же вопросы задавали. Поэтому времени на свидетелей не хватило, но им есть что сказать, и они по видеообращению, по самому процессу, по ситуации могут сказать. Поэтому я предлагаю выслушать их, потому что то, что они сейчас скажут, они не смогли сказать на суде. И это является нарушением и их прав, и прав защиты, и прав вообще всех граждан, которые живут в стране, которые должны себя как-то защищать от произвола и беззакония, которые нас окружают. Поэтому я прошу ведущего просто последовательно передать слово тем, кто не смог выставиться в полной мере. Ну вот у меня такое мнение сложилось после того, как уже прокурор закончил предъявление обвинения, ой, не обвинения, а оглашение показаний материала дела. Что главный герой нашего времени, это ФСБшник Журавлёв, который недавно, позавчера давал показания в суде, он обнаружил этот ролик в сети. приказал своим надзирателям, которые контролируют колонию ИК-5, расследовать материалы этого дела, вернее, собрать материалы для этого дела. оперативник Ижак, который тоже давал показания, но по видеосвязи, значит, добыл этот ролик, как он говорит, в сети. У него такая обязанность отслеживать информацию в интернете. И предъявил, значит, этот ролик ФСБшнику Журавлёву. Тот заказал экспертизу, посмотрев этот ролик и решив, что там являются призывы к терроризму, к свержению государственной власти. Эксперт, которых мы тоже выслушивали три дня, психолог, который не мог связать несколько слов в одно предложение, он сделал заключение вместе с экспертом-лингвистом, который тоже не ответил на многие вопросы по лингвистике. Они делают вывод, что да, такие призывы к экстремизму, к терроризму, к свержению власти в этом ролике есть. Таким образом, введя в заблуждение ФСБшника Журавлёва, эти эксперты делают вот такую экспертизу. И он заводит уголовное дело. И начинают уже работать в колонии вот эти вот опера, которые допрашивают зэков, которые были рядом с Владимиром Васильевичем на протяжении там нескольких лет, в различных условиях проживания, в ПКТ, в ШИЗО, в медицинской части. И дают на него показания такие, которые им велит дать вот этот вот ФСБшник Журавлёв и оперативник Ижак. Потом всё это оформляется в материал уголовного дела и Владимиру Васильевичу предъявляется. И вот теперь доказывает, что ты не верблюд. Все эти свидетели у нас в суде выступали по видеосвязи. И мы заметили, когда это интернетная видеосвязь была, что входя, там такая дверь, сидит судья, и, значит, заходит очередной свидетель и почему-то не на камеру говорит, а обращается в противоположный угол комнаты. Ну, тогда мы решили, что там кто-то находится, такой, который, какой-то человек, которого они все знают. Это лучший дурак. Не знаю, но во всяком случае, когда мы попросили навести туда камеру, на это место, что у нас предположение, что там кто-то есть, и после того, как медсестра даёт показания, и она в чём-то там сомневается, запутывается, и она так и смотрит в эту сторону, чтобы ей кто-то там подсказал. Мало того, мы слышим там слова, которые она повторяет потом. Нам говорят, что это эхо. Эхо же не может возникать после слов сказанных, вернее, до сказанных слов. А после возникает. Поэтому вот мы попросили, чтобы в этот угол, значит, навели камеру, встаёт судья и переносную камеру наводит, а нам стоит вот такая столешница, значит, ну вот видите, никого тут нет, а в углу стульчик стоит. Видите, вот тут никого нет. Мы говорим, а под стол? Они говорят, ну под стол камера сломается. Я так предполагаю, что человек нырнул под стол, или он там, может быть, и сидел под столом, с чем-то там, скорее всего, это был не суфлёр, а человек, которого слушались все, ну, скорее всего, или Журавлёв, или Ижак, наверное, из них кто-нибудь. Вот таким образом эти люди давали показания в суде. Мы вторили они одно и то же, что вот Владимир Васильевич, несмотря на то, что экспертиза у него блестящая психиатрическая, тем не менее, вот они твердят, что он утром вставал, ходил по камерам различным, к каждому человеку приставал, он дёргал его за это и говорил, вот ты там, значит, я вот такой-то, у меня вот есть на воле много соратников, которые будут свергать власть. Вот он всем ходил и доказывал это. Вот они вот в таком тоне всё это нам преподнесли. Ну и, естественно, вот эта уже экспертиза, фальсифицированная полностью, искажённая, скажем так, она исказила всё, что возможно, потому как человек, который её давал, вот психолог, он вообще не мог ответить ни на один вопрос нормальный. Это вот есть в записи, я её выложила, аудиозапись специально, чтобы люди послушали, как этот человек разговаривает. А где выложили? Что? Выложили где? Выложили. Выложила я у себя ВКонтакте на страничке, Квачкова, Надежда. Так что можно там посмотреть. Ещё один вопрос. Вот вы сказали, начальник, что эксперты ввели в заглуждение ФСБ шнета. Меня ещё как-то насторожило, как-то они его ввели в заглуждение. Может быть, его инвалид не надо было? Ну, вывод сам напрашивается из моего рассказа, я так понимаю. Вот. И вот сегодня, к сожалению, суд не успел допросить ещё свидетелей, которые приезжали, из Москвы, свидетелей защиты. Поэтому я вот, наверное, попрошу сначала Сергей, может, и в степи. Значит, моя миссия очень простая была в этой поездке. Значит, быть свидетелем, как человек, знающий конкретно, лично Владимира Васильевича. Значит, ну, засвидетельствовать, так сказать, о нём его портрет, создать своё впечатление, ответить на ряд вопросов, которые там. Вопросы простейшие, я вам с ними ознакомился, предположительные и так далее. Значит, ну, Владимир Васильевич знал лично я так, не очень близко, но много эпизодов было, в которых мы контактили, как правило, в присутствии других людей, это были общественные какие-то встречи, там, мероприятия и так далее. Вот. Значит, ну, я ещё раз покажу, близких отношений не было у нас, очень таких дружеских, но вполне деловые. С Владимиром Васильевичем мы не просто контактили было, человек прямолинейный, резкий, там, и так далее. Ну, и можно было, конечно, так сказать, ну, нарваться на что-то и так далее. Но, как говорится, поскольку единомыслие было у нас достаточно глубокое, то противоречий не было и так далее. Я бы хотел сказать, я сейчас здесь вам скажу, там, две-три кразы, о том, что я бы сказал там. Значит, я считаю, что Владимир Васильевич, это, значит, образец русского офицера. Честность, прямолинейность, верность присяге, там, и так далее, бесспорно. И когда я впервые узнал о том, что покушение произведено на Чубайса, якобы, и вот некий Клочков там, значит, оказывается, обвиняется в этом, ну, я пришёл в штаб, значит, познакомился с делами, и так далее. Вот с тех пор знакомство и произошло. Потом, когда его выпустили из-под первого ареста, ну, мы уже смогли лично познакомиться. Вот. Я и сейчас считаю, что, значит, сословие офицерская военная Россия представлено, ну, вот в виде, в лице Квачкова Владимира Васильевича, ну, как лучшее его, так сказать, звено, лучший образец, лучший представитель русского офицерства. Всё. Вот это я хотел сказать. И ответить на все вопросы. Вопросы о том, например, значит, что там замышлял Владимир Васильевич, ну, я очень просто бы ответил, значит, что замышлял? Он замышлял освобождение нашего Отечества, так, от того беспредела либерального, так мягко скажем, а как либерально-жидовского, как он там охарактеризовал этот термин, я смакую, просто с удовольствием его подтвердил, нормально, так оно и есть. Вот я бы это подтвердил, потому что моё мнение полностью совпадает. Он выступил в качестве упреждающего, так сказать, такого звена, его миссия была упреждающая. Так он помогает обществу увидеть, что может произойти. Оно уже сейчас происходит. Вот я полностью, значит, стою на его стороне. Повторяю, что единомыслие, ну, в глубокой степени. Ну и так далее. И сам процесс, я считаю, и я бы это сказал сегодня на суде, если бы мне довелось. Значит, процесс, конечно, он заказной политический процесс. Очевидно совершенно. Потому что нацарапать там, надёргать фактов о том, что он действительно там оправдывает терроризм, и тем более, значит, в нём пытается участвовать. Но это смешно. Человек, который уже на зоне, да, и он там призывает каким-то террористическим действием. Значит, это полная заказуха. Вот об этом я бы сказал. И ответил бы я на все остальные вопросы. Вот всё от меня, пожалуйста. Спасибо. Есть вопросы, Сергей Алексеевич? Разрешите вопрос. Является ли это продолжением месяца со стороны плана Чубайса и вот этим? Так это без всякого сомнения, потому что Чубайс неприкосновенная фигура в течение 25 и более даже лет с тех пор, как его послали учиться в Европу, значит, он это олицетворяет собой то зло, которое нам принесла вот эта вот либеральная власть новая, реформаторская, так сказать. И он до сих пор неприкосновенен, вы же все знаете. Этот рыжий, там, как кот или пёс, его там называют и так далее. Он самый близкий человек к власти. Непопопляемый. Да. А Владимир Васильевич антипод его получается. И вот эта вот поляризация общества гигантская, она автоматически делит людей. Ну, разумеется, со стороны лидера, вот мизерная часть это богатые все люди, те, которые успели наворовать и обогатиться. А на стороне Леонида Васильевича вся остальная масса народа, которая еще, соображает еще пока. Но, к сожалению, весь народ у нас, значит, он наркотизирован буквально средствами массовой информации. Вы знаете, в чьих руках они находят. Ну, я тут агитацией не собираюсь заниматься. Я просто констатирую факты. Все. Нет вопросов. А можно в дополнение просто сказать, что по первому процессу Чубайсовскому, когда закончился процесс половины первого ночи, когда присяжных заставляли принять решение против Владимира Васильевича, после того, как мы вышли, адвокат Чубайса сказал, что последующие процессы будут уже без присяжных. И это их решение предваряет они сегодня в жизни. Майор Рослав Кисуханов Алексей Александрович, я занимался агентурно-оперативной работой. Знаете что, вы там разговариваете по телефону, ну, знаете, тоже меру. Уважаем. Значит, это, времени очень мало. Я занимался агентурно-оперативной работой. Свыше там, 12 лет работаю адвокатом. Шляю защиту подполковника запаса Барабаша. Дочек покойного генерала-лейтенанта Рохлина. Мне в дело адвокатского учета поступает негласная доверительская информация. По делу Мухина мне буквально недавно поступила информация, что вот это вот дело было сфальсифицировано двумя негласными сотрудниками, агентами управления ФСБ. И якобы сведения о проведении ими провокации зафиксированы в результате проведения негласного оперативно-технического мероприятия НАС. Негласная аудиозапись, производимого управлением отделом Эль, управления ФСИН по Мордовии. Вот определение Московского городского суда, в котором указано о том, что управление Эль ФСИН создало правительство России постановлением номер 14, точнее 13, 31 РС секретно 2005 года. Алексей, я поправлю. Не дело Мухина, а дело Кулачкова. По делу Кулачкова я сказал. Поступила информация о том, что два агента, один агент, видя, что Кулачков пишет какую-то рукопись, попросил его прочитать, что он там написал, а другой в отсутствие согласия Кулачкова его документировал на телефон и без согласия Кулачкова, без его просьбы передал якобы вот эту вот видеозапись своему куратору, сотруднику ФСБ. Вот такая вот поступила негласная информация. Она подлежит проверке моими коллегами. Необходимо, конечно, я не могу им советовать, но я считаю, необходимо запросить в отделе Эль, отдел обеспечения деятельности оперативных подразделений УФСИН по Мордовии, сводок негласной аудиозаписи, журналы регистрации негласной аудиозаписи, дело оперучета, которым управление ФСБ шли оперативное обеспечение настоящего дела, где указано, что агентуру поступила вот эта вот информация. Там должны быть агентурные сообщения вот этих вот двух агентов, фамилии которых они известны. Теперь для того, чтобы установить, что это были действительно агенты, необходимо, чтобы были получены, как указано в сообщении, агентурные сообщения из их рабочих в частности дел. Вот такая вот информация поступила. Я видел видеоролик, в котором полковник Квачков, не призывая никого брать саперные лопаты и идти свергать существующий слой, говорит о том, что в окружении главы государства зряют такие настроения, что эти жидолибералы могут в ближайшее время устроить свой переворот. Это повлечет в первую очередь угрозу национальной безопасности вплоть до того, что расчленение России может произойти. И я проверил эту информацию благодаря тому, что дочь генерала-лейтенанта Рохлина знакома с сотрудниками генштаба, я попросил, чтобы она организовала мне встречу. На встрече они мне рассказали. Выводятся войска с китайской границы и дальневосточные сибирские территории готовят к сдаче Китаю. Я эту информацию легализовал. Вот я обратился в Министерство обороны, где мне пришел ответ за подписью начальника отдела, там дальше есть за подписью помощника начальника управления. И пишут о том, что у нас выводятся войска с границы. Это вот то, о чем говорит полковник Квачков. Это крайне серьезная ситуация. Именно об этом он рассказал в своем ролике. Именно об этом он нас предупредил. Вот в чем основной смысл его выступления. Будьте готовы к тому, что вот эти жидолибералы готовят для нас, для наших детей такую участь. И когда китайские войска войдут на территорию, поубивают там массу людей, то беженцы, они пойдут до Москвы. В том числе и я. Я проживаю в Иркутске. Вот такая ситуация. Я обратился с заявлением по поводу, сказанного полковником Квачковым, к президенту. Тот скинул мое заявление в СВР. СВР в одном из ответов здесь написало, что они отказываются давать мне информацию о том, что на нас будет нападение. Вот ответ СВР. Полковник Квачков нас всех предупреждает о том, к чему нас ведут. Вот это, об этом я буду рассказывать в понедельник в суде. Полковник Квачков, не призывая никого идти менять власть, говорит нам, люди, если вы сейчас в массовом порядке не будете писать обращение президенту о том, что творится, не будет вот этой массовой огласки того, что у нас происходит, нас обрекают на рабское существование. У нас уже нет резервного фонда, который уже обескровлен. В 2018 году планируется уничтожение Фонда национального благосостояния из 4,5 трлн рублей, 2,5 трлн планируется на покрытие расходов по чемпионату мира футболу, выделено 15 млрд на досрочные выборы президента, все остальное отследят силовики. И планируется окончательное формирование национальной гвардии в количестве 400 тысяч личного состава, а все сухопутные силы составляют 300 тысяч для того, чтобы подавлять голодные бунты. И сотрудники генерального штаба говорят, что в том случае, когда голодные бунты начнутся и нас гвардия не сможет подавлять, это повлечет паралич власти. Вот именно этот паралич власти и обусловит вход китайских сил на наши территории. Вот вся система. И я как более еще дополню, поскольку я знаю лагерную систему не по книжкам и не по фильмам, я там был, а полковник Квачков находился в отряде строгих условий содержания, мы зовем их ЗУР, это в лагерной системе вот так оно положено называть. Там человек лишен вообще свободы передвижения внутри лагеря. Он не может никого агитировать, не может, я вам как специалист говорю. Мало кто располагает именно такими познаниями. В той лагерной системе было очень мало народу, кто об этом знает и кто может сейчас вам об этом сказать. Поэтому вся ситуация была инспирирована сотрудникам Федеральной службы безопасности с помощью агентуры, находящейся на связи. Необходимо эти сведения истребовать из дела оперучета. Там находятся одинкорные сообщения двух агентов в силу положения статьи 7 закона о государственной тайне, не подлежат отнесению государственной тайне и засекречиванию сведения о нарушении прав и свобод человека, то есть о проведении провокации в отношении полковника Квачкова. Спасибо. Свою речь разделю на три составные части. Первое. Что произошло сегодня? Сегодня, к сожалению, председательствующая коллегия судей и, как это часто бывает, потворствующий ему прокурор, не сочли возможным заслужить оставшихся свидетелей защиты, в том числе и меня и моих коллег. Я адвокат Куринович Николай Владимирович, приехавших из Москвы. Хотя у нас Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает следственные действия по аналогии и уголовное следствие до 22 часов. И такая практика, она часто применяется во многих судах и в том числе в московских, в которых мы принимаем участие. Даже в нарушении Уголовно-процессуального кодекса у нас несколько раз в коммуническом суде города Москвы судебные заседания заканчивались в 00 часов 30 минут. И потом, ради того, чтобы мы не писали замечания на протокол, в протоколе писали, что судебное заседание якобы закончилось в 21.55. Так вот и сегодня они могли бы потратить час-полтора времени для того, чтобы нас заслушать, но они не хотят себя ничем переутруждать, потому что сегодня пятница, завтра суббота, воскресенье. Вот так живут эти вальяжные от судейского сообщества вельможи, несмотря на то, что они и военные. Это говорит о их прежде всего непочтительном и хамском отношении к другим участникам уголовного судопроизводства, о их отношениях к Вачкову Владимиру Васильевичу, к тем людям, которые прибыли его сегодня поддержать. Но я считаю, все равно мы найдем способ, чтобы повторить подход, как это говорят в армии, отход-подход, фиксация, и все равно нашему уважаемому соратнику, как мы его оцениваем, полковнику Вачкову Владимиру Васильевичу, в рамках имеющихся уголовно-процессуальных норм, оказать ему всяческое содействие. Второе. Здесь уже много говорилось о том, что фабрикуемое по части 1 статьи 205 прим 2 Уголовного кодекса дела в отношении Владимира Васильевича, оно шито белыми нитками. Оно основано на показаниях, как мы можем предполагать, агентов ФСБ. Все это незаконно. Выступавший здесь эксперт правильно упомянул, если вычленить суть его выступления, о том, что нет никакой сколько-нибудь внятной научной базы под экспертизами, которые проводятся по пресловутым статьям 282, ее еще называют русской, поскольку по ней, как правило, осуждают русских, это 99% и 4 девятки после запятой. И статья 205. И как обычно шьются и фабрикуются эти дела. Засекреченные агенты, провокаторы, на их показаниях строится основная база обвинения. Плюс экспертизы, которые отдаются, как правило, в учреждения, являющиеся бюджетно-зависимыми. Это пресловутый МИЦ города Москвы. Они финансируются из Министерства юстиции, поэтому как они могут сделать какую-либо объективную экспертизу, если завтра они поступят по закону и по совести, а также в соотношении со своей квалификацией, по тем или иным научным направлениям и вынесут тот вердикт, который им не задан. Им отключат бюджетное финансирование. Поэтому тут схема ясна. Но политическая подоплека этого фабрикуемого против Владимира Васильевича дела нам также достаточно понятна и ясна. Чтобы Владимир Васильевич утратил право и возможность подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Вот кауза прима, первопричина, корень зла. Чтобы еще поморить патриота русского в тюрьме, для чего этот критический период нашими оппонентами политическими в лице прокуроров, агентов, ФСБ и судей избран. Потому что у нас разворачивается в ближайшие месяцы, она в принципе уже паспудно идет, это президентская кампания по выбору президента России. Не исключено, что они даже в нарушение закона, возможно весной, примут поправки в закон о выборах президента и постараются его провести не в марте следующего, 2018 года, а осенью уже этого года. Соответственно, Владимир Васильевич, выйдя даже на условно-досрочное освобождение, им очень невыгоден и неудобен. Даже при всем том его юридическом положении, что по закону он, как не прогасивший судимость, не может принимать участие ни в каких выборах. Но тем не менее, его слова правды, его относительно свободное передвижение, они очень помешали бы тем, кто фабрикует и предполагает, фальсифицирует следующие выборы. Как это было сделано выборы в Государственную Думу в 2011 году, прошедшие выборы в Государственную Думу. Поэтому статус депутатов Государственной Думы уже последних созывов после четвертого, он, что называется, уже на уровне такого, таком мусорно-канализационном. Кстати, к слову сказать, я был первым автором законопроекта об отмене 282-й статьи, об изъятии ее из Уголовного кодекса. Вначале с таким законопроектом вышел ряд депутатов Калининградской тогда, еще Думы, и вот я. Поэтому я воочию видел, как мои коллеги в основе своей предателей голосовали в первом чтении против изъятия из состава Уголовного кодекса 282-й статьи, по которой вот сейчас сажают всех недовольных, всех тех, кто возвышает свое слово правды, а по существу это люди, которые имеют свое мнение и проявляют высокую гражданскую позицию. Вот вам, пожалуйста, яркий пример Квачков Владимир Васильевич, Мухин, Соколов, Барабаш, мой подзащитный Парфенов и ряд других наших товарищей и соратников. Екишев. Третье, на чем я хотел бы ваше внимание остановить, что несмотря на пессимистичность наших знаний, тем не менее мы не должны терять бодрости и оптимизма, его не теряет находящийся уже более десяти лет в заточении Квачков Владимир Васильевич. Он не унывает, поэтому а нам то, что унывает. Мы все равно на свободе, мы боремся. И честь и хвала я хочу сказать всем тем, кто в Самаре, в Москве и в других городах и весях нашей необъятной Родины поддерживает Владимира Васильевича. И пользуясь случаем я хотел бы обратиться и к самарцам, чтобы они все, бывшие, небывшие, в запасе, военнослужащие, приходили в парадной форме, наглаженные, опрятно одетые на судебное заседание очередное к Владимиру Васильевичу и поддерживали его морально. Потому что Владимир Васильевич томится и переносит не только тяготы и лишения воинской службы, но и терпит огромные кары несправедливости, находясь в застенках этого оккупационного антинародного, антирусского режима за всех нас. За всех нас. Он бы мог сейчас прекрасно себя чувствовать, он полковник в запасе, у него пенсия повышена, наверное, есть жилье в Москве, мог бы заниматься внуками, рыбалкой и так далее. Но пускай каждый задумается и задаст себе вопрос, а что ты сделал, чтобы помочь и Владимиру Васильевичу и вообще самому себе? И почему вы, русские люди, такие пассивные? Вы что ждете? Поэтому давайте все вместе объединяться, помогать и Владимиру Васильевичу, и сами себе, и нашей великой родине России. И ни в коем случае не отчаиваться. Потому что, правда, на нашей стороне мы победим, а враги русского народа должны знать, что их, несомненно, абсолютно, разумеется, ждут тюрьма и только после закона, а не как они проводят? Беззаконные процедуры. И там на них будет такое количество, и оно уже есть, материалы, которые наши народные заседатели не будут фальсифицировать, просто будут представлять широкой общественности. Вот, пожалуйста, такое-то лицо, вот материал дела. Проверяйте, нанимайте адвокатов, самых умных, но они вам не помогут. Потому что те факты, которые сейчас могут всплыть в отношении руководителей первых лиц нашего государства, они будут неопровержимо свидетельствовать о том, что они злонамеренно угнетали и принижали русский народ. Поэтому эта ситуация, она будет развиваться, и так будет не всегда. Спасибо за внимание. Слава Владимиру Васильевичу Плачкову, слава всем нам, слава Руси, слава России. Есть вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ Если вопросов нет, значит, все понятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я хочу сказать, что самое интересное, что вот оказывается, что мы завели как раз уголовное дело на Владимира Васильевича в тот момент, когда он мог, так сказать, руки на условно-досрочное освобождение. И это, естественно, было сделано с учетом того, что здесь сказал Николай Владимирович, чтобы не опустить все-таки Плачкова к выборной кампании, не подпустить. Ну, схема известная, поэтому здесь вряд ли нужно детализировать ее, как это делается. Как только появляется лидер, сразу, так сказать, появляется возможность этого лидера либо утопить, либо сделать с ним то, что сделали сейчас со многими людьми, которые сейчас сидят за стенкой. Мне удалось сегодня выступить как свидетель. Правда, выступление было суперкороткое. Вопросы всего прозвучало, по-моему, три или четыре. Но мой интересный вопрос от прокурора был. Он не задал мне по существу вопрос, он задал мне вопрос только один. Это вы, так сказать, документы подписывали на имя президента и на имя генерального прокурора, а там мы от постоянного действующего совещания сделали запрос по ряду таких серьезных моментов, связанных там и с Новохотворским районом, и с стратегическими там вопросами. И у них уже это есть. То есть они рассматривают каждое дело, какие бы, так сказать, мы не поднимали вопросы, они эти вопросы как бы в копилочку кладут, кладут, кладут. Поэтому каждый, кто из нас сегодня, так как Владимир Васильевич вышел один сражаться с этой махиной, коррумпированной, конечно, без нашей поддержки ему не выжить. И вот то, что сегодня сказали, и здесь мои товарищи и друзья, о том, что надо приходить на суд, надо поддерживать. Если мы сейчас говорим о том, что мы поддерживаем, мы не приходим, это показатель только одного, что нам пофигу, извините за выражение, все, что происходит. Но мы это с вами, если мы считаем себя русскими людьми, если мы считаем себя патриотами, мы обязаны приходить и отстаивать позицию. Обязаны. И вот только тогда мы можем говорить, что да, мы за Россию, мы за то, чтобы она осталась цельной и неделимой. Все остальное это пустозвонство. Поэтому наша с вами задача максимально активизировать работу по поддержке и консолидации всех нормальных здоровых сил против вот этого вот беспредела, которое сегодня творится в стране. Я надеюсь, что все-таки мы, кстати, от постоянного действующего совещания сделали заявление, ну это не заявление, а как прошение, если я правильно назову. А вы не взяли с собой то, что я вам передавал. Но я не буду сейчас детализировать, просто скажу, что мы требуем выпустить его, мы требуем компенсировать, извиниться перед ним, как тем, кто достоин героя России за все его деяния. И это, вот таких людей нам бы побольше. Тогда бы действительно в стране было бы порядок.